А теперь, дорогие друзья, президент Международной Академии Экологии и Сознания имени Пифагора, академик Российской Академии Естественных Наук, профессор, заведующий кафедрой МАИ, Управления и Нафигации Самолетов, заместитель начальной колеи имени Громова Николай Степанович Мельников. Я правильно все сказал? А то так как-то папа, папа. Ну что это такое папа? Надо вот как положено. Николай Степанович, мы вас просим. Дорогие друзья, я Михаилу на фестивале обещал религию прочитать, но на вообще камерном таком свойстве, и я почувствовал, что требуюсь другое, поэтому я Оду прочитал. Поэтому, ну, что говорит, уважаемый, если я там собьюсь или не хватит мне сил, вы меня простите, я прочитаю то, что ко мне приходит часть той религии, которую я написал уже совсем недавно, и она будет помещена целиком в книге, которая сейчас находится уже в типографии, так что где-то через местишко она, наверное, выйдет. Книга называется «Полковник Северного флота, который творил чудеса». Ну, вот, мне кажется, зал у нас вот такой камерного характера. Поэтому, не знаю, встретимся ли снова, судьба захочет ли свести в чертовых мира неземного, где так чудес великих много, соприкоснулся ли пути. Ты нам украсил жизнь земную, как жизнь немногим украшал, нас восхищает и волнует, твой каждый шаг на пьедестал. К вершинам мало кто при жизни так близко был рукой подать. Любил друзей, служил отчизне, при жизни смел, был всеми признан блинным витязем подстать. Теперь в сияющем покое на нас глядишь из тех высот, где мудрецы, творцы, герои живут в несуетных заботах. У вас заботы там иные. Всем честным людям помогать, бороться и спасать Россию, чтоб не сгубила ее тать. Еще в саду совсем мальчишкой ты чистотой души пленял, про жизнь героев слушал книжки, затем ты сам их все читал. Героям сердцем всем внимая, отвагой душу заполнял. Спускаясь с гор, со скал ныряя, мечты в реальность притворяя, ты все стихии покорял. И с покоренными был дружен, тебе преграды нипочем. Сквозь дной судьбы и жизни стужу шел за певалой скрипачом, на высший лад настрою струны своей таинственной души. По жизни смел в миру под лунном мечты мы нашего в тишину. В них небо с морем повратались, слились в единство глубь и ввысь. Ты мог бы жить без них едва ли, они же ведь в суть войны лились. И вскоре став второй натурой, они вели дорогой в Ейск, но не морские процедуры, те, что нужны лишь насмеху. Тебя манил лишь звездный блеск. Там героизмом пахнет воздух отважным море, гимн поет, с небес маняще смотрят звезды, мерцают ласково и грозно, зовут достойнейших полет, полет ума в невиданные дали, полет души в неведомую ширь. Они навстречу к солнцу звали, вливая богатырский эликсир неудержимых солнцем стремления, что жизнь тепло и свет приносит в дар. Нельзя забыть прекрасные мгновения, что испытал дескарзочный икарж. Ты я немножко пропускать, оно очень длинное. Ты скромно жил, но был в делах нескромен, с проблемами на ты творил и созидал в сражении со тьмой лишь честные приемы всегда ты применял и классно применял. Всегда ты находил и классно применял. Ты на земле шагал походкой неземною, расправил два крыла земным, степным орлом летал в компании друзей, таких, как сам героев, был светочем широкую душу. Ты всех любил, светил и согревал. Красиво жил, умел любить красиво, силен в делах делами жизнь красна, правдив и смел, не принимала лживость, не зная отдыха могучая душа. Ей не кружили головы победы в среде земных суетных дел спокойно ты встречал невзгоды беды их растворял души высокий свет. Постиг ты много сокровенных истин, их сути нет нам легкого пути, они всегда лишь той доступной жизни, которой смысл терпеть, прощать, любить. Да не угаснет свет твой на земле и в небе, да не исчезнет свет на море и в горах. Он так необходим, для жизни так потребен, он силы нам дает и побеждает страх. спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ